Коллеги, начинай нашу пресс-конференцию. Первыми на ваши вопросы ответит главный тренер команды гостей. Помиляемся, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы готовились хорошо. Мы очень нечего. Первый игрок, что наш игрок получил. Второй пикет был, как бежевый. И поэтому оппонент получил этот гол. Я думаю, что мы сегодня достаточно хорошо подготовились к этому матчу. Но, к сожалению, небольшая неудача не в нашу пользу, потому что первый гол мы забиваем сами себе, а во втором моменте, когда мы играли в меньшинстве, повлияло, словно, на плюшку. Но большая картинка, как мы играли сегодня. Я не задействовала, как мы играли 5-on-5. Мы играли много с паком. Мы использовали разные виды, чтобы играть на противнице. Дефенция 55 минут, после того, как мы играли. Мы были очень сильны. Так что 5-on-5 игра, я не задействовала сегодня. Однако я удовлетворённо играл сегодня 5-on-5. Мне понравилось, как мы сегодня играли, и то, как мы действовали в атаке, как мы искали разные пути к воротам ЦСКА. В общем, если говорить и целом, то в этом компоненте я удовлетворён. Мы играли специальные команды. Мы у нас есть возможность угрожать пау-пай-пай-пай-пай-пай-пай-пай-пай-пай. Мы играли 5-он-5. Это было очень большой пау-пай-пай-пай-пай-пай. Мы играли пай-пай-пай-пай-пай. Я не знаю, я не вижу никакого причина, почему это не было пай-пай-пай. Я не могу играть, если вы не можете играть 5-он-5. Можно, да, вопрос задать? Денис стоит в Горобзор.ру. Томми, объясните, пожалуйста, почему решили поставить Никиту Сошникову в звенок Картаеву и Хохрякову? В чём логика этой перестановки? Ну, I think boys had energy today. I think during the game we chased Paskiro with them, so I think that's like a... I believe that we can find something. with these three guys. Я думаю, что у них хорошая энергетика, и я думаю, сегодня ещё Пашкиров выявлялся в этом сочетании. Я думаю, что мы верим в то, что они могут вместе сыграться. И второй вопрос, если позволите. Томми, после матча вы ушли раньше, чем закончился матч, по дороге что-то пнули. Вы считаете, что главный тренер должен так себя вести и поддаваться таким эмоциям? Спасибо. П 17-30. Возможно, это будет. Возможно. Промаги. Да. Возможно. Я был очень рад. Я был очень рад. Возможно, потому что мы действительно здесь выиграли это игло. И как я говорил, 5-5, мы играли хорошо. И мы получили возможность, мы получили все, но потом, как бы, 5-2, я очень удивлялся, потому что Торисов. Это профессиональный мир, есть много примеров. Мы имели большинство, однако сегодня, к сожалению, мы не смогли выиграть. В общем, был очень разочарован, и поэтому... Вы профессиональные спортсмены, поэтому насчет поведения здесь я не могу сказать. Добрый вечер. Азамаш Волков, Медиа Корсеть. Томя, прокомментируйте, пожалуйста, игру команды в меньшинстве. Вам не кажется, что Салават слишком пассивен 4 на 5 и должен играть быстрее? Будут еще вопросы. Ну, я не знаю. Я не думаю, что тупас... Например, как первый гол. Это было нашим феноменом, который scored гол. Мы играли exactly, как мы играли. И это был маленький ангел. Азамаш Волков, азамаш Волков. Второй гол. Шарко. И его стик был болен. И после этого, оппонент играли 5-3. И последний гол был очень маленький ангел. Я не верю в пассивный. Но я согласен, что мы действительно должны поменять сейчас что-то. Я думаю, что сейчас нужно сделать новые планы. Согласно с тем, что нам нужно что-то в игре поменять, нам нужен какой-то новый план. А что касается именно сегодняшнего меньшинства в частности, то, например, в первом голе, как уже говорил, автогол случился. В втором моменте сломался, к сожалению, клюшка у Жаркова. В третий гол там очень такой острый угол был. И хоккеист в ЦСКА попал. Мы сыграли так, как хотели. В принципе, в этом как раз первом голе у нас все получалось. Однако вот этот момент несчастливый для нас он все получал. Что должно произойти, чтобы Воробьев вернулся в состав? Он три матча не играет. Или четыре уже. Что с Воробьев? Что с Воробьев? Что с Воробьев? Что с Воробьев? Ну, мы увидим. Мы идем день по день. И, конечно, каждый день мы проверим ситуацию. И мы тренируем. Мы пытаемся создать лучший лайнап. И сейчас он не может быть. Конкретно сейчас он пока не в ростере нашей команды. Однако каждый день что-то меняется. И поэтому каждый день все хоккеисты работают. Посмотрим, что будет завтра. Согласна, что Салавет потерял слишком много времени, обороняясь. Из-за форчекинга ЦСКА. Будет еще последний вопрос. Я думаю, что сегодня мы играли хорошо. И как мы изменялись с паком. Мы играли против ЦСКА. И все 60 метров. Все три периода. Очень хорошо. И я думаю, что мы проживали под ЦСКА очень хорошо сегодня. Это был огромный пик для нас сегодня. Одна и самая главная задача сегодня была как раз-таки именно суметь выжить под этим давлением ЦСКА. Я думаю, что сегодня это удалось. Мы сыграли здорово. Мы находили свои пути для того, чтобы избежать форчекинга ЦСКА. Поэтому в этот момент немножко не согласен, что они смогли форчекинга нас задавить. И последний вопрос. Оцените сегодня игру Колли 2. Не только в моменте с автогома вообще. Спасибо. 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 Мы очень много крутых игр. Гиммаатун И мы очень люб Els play. И очень интересно, потому что есть у нас много интересных юных игр, и так как гиммаатун. Так что это всегда тяжелая задача, когда ребята здоровы, пытаются найти лучший лайнап. И всегда кто-то должен оставаться. Но Гематова, по-своему, он очень хороший. Коллеги, мы продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер ЦСКА Игорь Валерьевич Никитин. Пожалуйста, Ваш комментарий по игре. Тяжелый граф. Все спецбригады решили. Большинство очень много против настроитых ребят. Сражались и большинство реализовали. И в целом, я считаю, что команда и установку выполнила, и желание было. Позрались, благодарим, отблагодарили. Будем все дальше. Спасибо. Будут ли вопросы? Коллеги? Да. Дмитрий, пожалуйста. Игорь Валерьевич, вот несмотря на то, что забросили пять шайб, у меня сложилось впечатление, что ЦСКА выиграл этот матч именно в обороне. Играя вот в меньшинстве, вот в этих неравных составах. Потому что было там несколько ключевых моментов и в начале второго периода, и в начале третьего, и в концовке, когда выстояли. Вот за счет чего вам все-таки удалось нейтрализовать атаку Салавата, которая, ну, справедливо считается одной из самых сильнейших в лиге? Ну, во-первых, мы готовились, разобрали моменты, которые нужно обратить внимание. Во-вторых, ну, самотверженная игра ребят. Есть дисциплинированные игра, я имею в виду, то есть, что не на счет удаления, а именно по тайме, плюс Саня много моментов подчистил и не ошибались. Вот есть как бы чего-то нового. Я думаю, что выдачу где-то заслужили. Спасибо. Еще вопросы? Можно еще один задам? Да, пожалуйста. Что скажете про Слебушева? Так вот, смотрится он опять начинает на такое ощущение, что набирает форму, которой он был в сентябре, так на хорошем кураже играет. Выделяется ли он, на ваш взгляд, как-то из общего состава? Ну, я бы не стал выделять именно из общего состава. Сегодня ребята Антону отдали лучше игрока после матча, понимали, что очень важно был забил. Ну, здесь вопрос же, в принципе, простой. Лидеров не означает, лидерами становятся. Я думаю, что Антон тот человек, который это тоже понимает. Но его время пришло, и я думаю, что он это оправдывает доверие. Но, опять же, я считаю, что сегодня команда помогла Антону, и Антон помог команде. Спасибо. Денис, у вас вопрос? Добрый вечер, Денис Тейпов, город Зору. Скажите, пожалуйста, была ли отдельная установка держать Хартикайна? Многие тренеры его выделяют. Мы видели, как Корнаухов плотно в первом периоде играл, да? Затем плотно держали Хартикайнина и другие. Ну, я уже говорил, что мы подготовились и довольно нюансы разбирали. Естественно, когда играешь против ребят, которые могут решить мать в одиночку, здесь просто надеяться на Чудо-Малой нужно быть готовыми. То есть против него играли уже непростые ребята. У нас есть ребята, которые умеют делать хорошо. Коллеги, будут еще вопросы? Можно уточнить, что с Голдобиным? Вроде он был в порядке после прошлого матча, интервью давал после матча. Сегодня с удивлением увидел, что он травмирован. Что случилось? И когда? Ну, Николай доиграл с травмой, где-то в горячке не почувствовал там перелом руки, поэтому сейчас он будет проходить курс реабилитации и готовится. То есть надолго выбыл, получается, с переломом? Ну, наверное, месяц, я думаю, что здесь стандартная ситуация. Коллеги, будут ли еще вопросы? Игорь Валерьевич, вопрос от Матч ТВ по поводу Даниила Чайки. Не так много времени он получил сегодня и заработал минус. Как вот в том эпизоде, когда Куграшев подставлял что-то, надо действовать, было ему, например? Ну, и вообще, в целом, о его игре немножко. Как доверили ему это время хотя бы и как он его провел? Ну, первая игра мы после игры даже немножко посмеялись. С первым брелком он прошел, но это нормально. Мы все начинали. Нет, ребята поддержали его, мы поддержали его. Молодой парень взрослый хоккей. Это же опытные ребята ошибаются. Здесь правильно поанализировать. Все проходит через игровой опыт. То, что он способный парень. То, что он может играть, это однозначно. Оно и в тренировках, это видно. Будем помогать ему развиваться. Коллеги? Если нет вопросов, последний вопрос из чата. Игорь Валерьевич, 250 матчей на посту главного тренера ЦСКА. Значимая цифра. Как сами оцениваете? И, к тому же, результат сегодня очень хороший. Ну, честно говоря, узнал уже после игры. Там ребята приговорились, что 250 грамм можно будет. Нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Господа, мы готовы продолжать. На ваши вопросы ответит защитник хоккейного клуба «Салат Юлаев» Александр Алексеевич. Пожалуйста, начнем с передних итогов матча. Ну, я считаю, игра была хорошая. 5 на 5 хорошо играли, боролись до последнего. Но... Немного... Больше вспомнили, что привело, считаю. Хорошо, спасибо. Коллеги, ваш вопрос. Добрый вечер. Азамат Шулуков. Медиакорсеть. Ну, про меньшинство. Собственно, что не так у «Салавата» сегодня? Три гола в большинстве ЦСКА пропустили. И, в целом, по сезону что не работает? В меньшинстве по сезону? Да. Да. Ну, не знаю. Надо делать работу над ошибками. Будем справляться. Считаю. Слово уже будем сходить посерьезнее к этому. Может быть, «Салават» слишком медленно играет, в меньшинстве слишком пассивно? Сегодня ЦСКА очень глубоко спускался вперед. Ну, это надо к тренерам вопрос задавать. Ну, Ламса не согласен. Еще такой вопрос. Сегодня был отрезок. Играли нон-стоп примерно 7-17. Вообще, каково играть в хоккей, когда пауз никаких нет? Чувствуется ли, может быть, больше адреналина и интереса в такие эпизоды? Ну, прикольно, на самом деле. Много хоккея. Побольше там двигаемся без цветков. Без… Ну, то есть, все время интенсивных туда-сюда бегаем. Прикольно. Понравится такой хоккей? Нестабильно выступает «Салават» по сезону. Что можете сказать о психологии, о микроклимате в команде, когда вроде бы набрали ход, а потом такой холодный душ? Это последний вопрос. Спасибо. Ну, я считаю, у каждой команды бывают такие черно-белые полосы. Будем делать работу над ошибками, будем выходить сильнее, и все будет хорошо, я считаю. Коллеги? Есть ли еще у вас вопросы? Александр? Как себя чувствуете, и насколько неожиданным тот был силовой прием для вас в конце первого периода? Ну, это великолепное сопротивление, на самом деле. Ну, я видел, конечно, боковым зрением, там, прокидывал шайбу, начал убираться. Ну, тело и голову там. Ну, так получилось то, что локтем задели. Визор осталось там порезать чуть-чуть. Ага. Понятно. Это кровь от пореза именно была, да, уже от визора, от осколков? Ну, да. Да. Коллеги? Есть ли еще у вас вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. И продолжаем нашу пресс-конференцию. Защитник ЦСК Данил Чайка и нападающий ЦСК Антон Слепышев. Антон, пожалуйста, комментарий по игре короткий. Ну, хорошая игра для нас. Была периода, так скажем, упорная борьба. Сделали правильные выводы после двух поражений. Заслуженная победа. Спасибо. Данил, поздравляем с дебютом. Оцени сегодняшний матч и свой дебют. Спасибо большое за поздравление. Да, конечно, была очень интересная игра. Первая игра на таком уровне. Главное, что команда выиграла с таким серьезным соперником. Мне все очень понравилось. Была классная игра. Собой доволен? Не совсем. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Да. Дмитрий, да. Дмитрий Я, Дятлов? Да. И Пономаренко. Начнем. Данил, вам вопрос. Вам вопрос. Вот, поначалу был гол записан на Панина. Ну, то есть, по сути, был автогол ваш. Потом вроде переписали на Куграшева. Все-таки немного это чуть-чуть как бы согревает, что это был не автогол. Потому что, ну, действительно курьез. Хотя Игорь Никитин тоже сказал, что вас поддержали. После этого матча сказали, что всякое бывает. Ну, в целом, вот. И что в этом эпизоде надо было сделать как-то по-другому, чтобы не дать Куграшеву сыграть на эту шайбу? Быстрее прийти на пятак, выбрать правильную позицию, быть лицом к игре Кухтеру и бросать шайбу, чтобы видеть все эти действия. А так, я не знаю, на кого там переписывали. Но, насколько я думаю, что попало в меня, все-таки автогол был от конька. Спасибо. Еще вопросы? Антон, вам вопрос. Опять же, такой тоже полушутливый. Сейчас вот на пресс-конференции Игорь Никитин сказал, что от игроков была инициатива. Поздравили его с 250-м матчем в ЦСКА. Сказали, надо выпить 250 грамм. Не знаю, слышали вы или нет, но у вас 150 очков в КХЛ. Соответственно, 150 грамм. Какого напитка? Позвольте себе. Сейчас игры через день, наверное, после домашней серии. Ну, какого напитка? Ну, пью, может, 50 грамм. Ну, как оцените это достижение? Все-таки, ну, такая круглая дата. Ой, не дата, а число. Да, я, честно говоря, не считал даже, неожиданно. Ну, нормальное, наверное. Нормальное число, а в целом двигаемся дальше. Будет больше круглых и более приятных, скажем так, их чисел. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Дмитрий Пономаренко? Если еще нет. Давай. Да. А, Дмитрий, ты тоже хочешь? Ну, быстро и коротко. Вот Игорь Никитин перед матчем сказал, что концентрации в последних матчах не хватало. Все журналисты зацепились за эту фразу. И вот ваше мнение, действительно, в чем заключалось отсутствие концентрации в предыдущих матчах? И что сегодня было с концентрацией, что вот все изменилось радикально? Ну, лично мое мнение, что с «Динамо» не хватило именно концентрации и эмоций, потому что достаточно тяжелый был октябрь в молодом матче. Я думаю, что просто не хватало именно свежести, поэтому и потеря была концентрации. А со «Спартаком» как раз-таки хорошо поработали в паузу. И, опять же, я думаю, что свежести не было сразу. На игре со «Спартаком» она сейчас должна прийти в следующих матчах, ну и сегодняшних. Спасибо. Дмитрий Пономаренко. У меня был тоже к Антону вопрос. Говорили мы после прошлого матча, да, вы сказали, что еще и пока не очень довольны собой, но сейчас вот в этом все как бы выглядело лучше и для команды в целом, ну и для вас в частности вот этот очень красивый гол. Что сами сейчас скажете? Уже возвращается та форма, в которой вы были в сентябре? Ну да, чувствую себя лучше, да. И, опять же, говори, в паузу поработали и после травмы. И сейчас много игр, это все-таки хорошо набрать форму обратную. Поэтому главное стабильность, чтобы не выпадать опять на 7-10 матчей. Постараюсь эту стабильность поддерживать. Спасибо. Так, будут ли еще вопросы? Тогда Данилу последний вопрос. Кто первым поздравил и как тебя поздравили с дебютом? Родители поздравили, агенты. Игорь Николаевич Петрович поздравил. Началась победа с дебютом. Спасибо большое. Все, всем спасибо. Коллеги, всем спасибо. До новых встреч. До новых побед. В иной, агент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неведу Aristotle